Продление льготной семейной ипотеки до 2023 года не повлечет увеличение спроса на недвижимость. Причина в снижении уровня доходов населения и отсутствии финансовой подушки безопасности. Об этом телеканал РБК ОФА сообщили региональные эксперты. Напомню, в прошлом году в Пашкортостане наряду с другими субъектами страны наблюдался ипотечный бум. Стимулом к росту спроса на покупку недвижимости стало несколько программ с льготными ипотечными ставками, в том числе и семейная ипотека под 6% годовых. По ней жители республики оформили 2,5 тысячи займов и на покупку жилья на сумму порядка 5,5 миллиардов рублей. Всего с начала ее действия по республике выдано более 4 тысяч займов на 9 миллиардов. Что касается перспектив цен на рынке жилья, они росли и визуально они растут, но если мы посмотрим на сделки, которые заключаются, они уже проходят с серьезным торгом. То есть одно дело, так называемые хотелки продавца, когда они выставляют уже дороже, видя, сколько продает сосед, ставят цены еще выше. Другое дело, что сегодня покупателей стало меньше и, соответственно, через месяц-два их станет еще меньше. И о дальнейшем росте цен я бы не погорячилась говорить. Отмечу, сегодня правительство страны приняло решение продлить действия семейной ипотеки на ближайшие два года. На реализацию программы до конца 2023 года выделили 1 трлн 700 миллиардов рублей. В условиях выдачи займов произошли изменения. Теперь воспользоваться программой смогут семьи не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком. Продолжение следует...